Всем привет! Вы попали на канал Лего Стайл номер один, а я его ведущий. Как вы помните, в группе я анонсировал марафон по Стражам Галактики Волл 2. Так вот, поскольку Лего не было больше недели, встречайте обзор на набор. Его название Revenger Attack, артикул 76079, а рекомендованный возраст от 6 до 12 лет. Купив этот набор, мы получим три фигурки. На обратной стороне коробки показаны функции и то, что в наборе есть комикс. Инструкция самая обычная, а вот и перечень деталей и рекламки. Комментировать комикс я не вижу смысла, поэтому просто наслаждаемся кадрами под музыку. Начнем с сам обзор. А начать я решил с самой желанной фигурки в данном наборе. С ракеты. У фигурки маленькие ноги, есть резиновый хвост. И интересная голова с ухмылкой на лице. Приты есть только на теле, спереди и сзади. Ено держит в углах две громадные пушки. Фигурка мне понравилась. Мантис. Герой, умеющий считывать эмоции других, лишь докоснувшись до руки. Такое нам показали в трейлере. Мантис ничем не вооружена, зато имеет два выражения лица. И единственные волосы с рожками. Принт есть на теле, спереди и сзади, а на ногах нет. Ну и последняя мини фигурка. Тезерфейс. Имеет интересную прическу и бороду. Есть пропечатка на теле, спереди и сзади и на ногах. Имеет огромную пушку в качестве оружия. И запасную, которую вы вскоре увидите. Сам набор. Корабль отложим на сладенькое. А вот и наше дерево. Рядом с ним валяется кусок крыла от Милана. И быстро сколоченная пушка, из которой мы можем стрелять. Также вот этот элемент и пушка подвижны. Деревце самое простое. Корабль выглядит привлекательно. И он выполнен в красно-черно-серых цветах. Также имеется интересная эмблема на крыле. Либо это что-то другое. Я точно не знаю. Тезерфейса позадить сюда, как нечего делать. Давайте это и сделаем. В кабине можем заметить пульт управления. Если посмотреть на корабль сзади, то можно увидеть то самое запасное оружие. Оно очень простенькое. Ещё сзади можем видеть двигатели. Носовая часть корабля украшена красивой наклейкой. Ещё рядом есть две пушки. И стреляют они так же, как и пушки наверху. В общем и целом, корабль и укрепление мне понравились. Как и фигурки. Можете покупать набор, но не за 2000 рублей. По-моему, это слишком много. С вами был Лего Стрелл номер один. Старался и делал для вас это видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!